Кто и не знает, кто только подключился, меня зовут священник Константин Мальцев, руководитель проекта «Батюшка Лав, Батюшка Любовь». Ну, еще раз всех приветствуем, мои дорогие, Христос Воскресе! Сегодня мы с вами вспомним иванское чтение, которое читалось на литургии. Это Марка, 37-ое зачало, 8-ая глава. Для начала его прочитаем, а потом уже, как обычно, сначала мы поговорим на тему, как и остальные «Батюшки» и «Отец Диакон» у нас общаются, а потом уже, поотвечая на ваши вопросы. Вы в церкви? Нет, я сейчас дома. У меня чудесная возможность, два раза в неделю приезжать домой. Ну, давайте поговорим. Значит, читаем. Господь говорит. «Кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми кресло и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради Меня и Евангелия, тот сбережет ее. Ибо какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душу свою повредит? Или какой выкуп дать человек за душу свою? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, вроде всем прелюбодейным и грешным, того постыдится и Сын Человеческий, когда приидет в славе Отца Своего со всеми ангелами. И сказал им, истинно говорю вам, есть некоторые из здесь стоящих, которые не вкусят смерти и уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе». Очень интересное иванское чтение. И тут надо теперь сделать несколько акцентов. Первое, конечно, мы сделаем на том, что кто хочет идти за Мною, то отвергнется себе и возьмет крест свой. Что такое крест в нашем понимании? Мы всегда видим Господа как такое крестоношение определенное, которое взял на себя бремя, вочеловечился ради нашего спасения. И в том числе искупления всего рода человеческого. Здесь мы... Что такое крест? Это нечто давящее, нечто угнетающее нас. Как можно провести параллель с крестом? Что такое крест в нашей жизни? Безусловно, крест это наши проблемы, какие-то обстоятельства. Это работа, это семья. То есть, то бремя, которое мы должны нести. Почему Господь говорит, что кто не возьмет свой крест, тот не... тот не... и не последует за Мною. То есть, здесь мы не должны отрекаться от того, что нам Господь дает. Семья это наша добродетель, это наш крест. Тяжело ли, легко ли, воспитывая детей, мы несем его. Если мы уподобимся Господу, проявляя смирение, терпение и кротко будем нести свое бремя, принимая все испытания и бури житейского моря, то Господь, естественно, вознаградит нас. То есть, даст нам спасение души. Ну, давайте еще... Кто хочет душу свою изберечь, тот потеряете. О чем здесь говорится? Что есть такие люди, проводя параллель, которые... Я не хочу рожать. У меня грудь не такая будет, у меня живот будет обвисший. То есть, люди, которые думающие только о себе. Это не, скажем так, православные люди. Это не верующие люди. Потому что мы всецело уподобляемся Господу в том плане, что мы несем бремя того, что берем. Я уже об этом сказал. Тот потеряет ее. То есть, естественно, живя лишь для себя, человек... И далее. Кто душу свою потеряет ради меня, то есть, посвятит, можно сказать. В лице семьи, в лице своего подвига, то есть, посвятит Господу. Тот, наоборот, сбережет ее. И вот здесь интересные слова Господь говорит. Ибо кто постыдится меня... То есть, вот здесь еще интересный момент. Ведь многие православные христиане, входящие в храм, порою даже, выйдя из него, встретив священника или просто проезжая мимо храма, проходя, уже стыдятся, даже перекреститься. Взять благословение у священника, хотя православный христианин. Или же в ходе разговора, осуждая там священников, церковь. А церковь это мы с вами, в первую очередь, мои дорогие братья и сестры. Мы порою молчаливо соглашаемся с тем, какую грязь льют на нас в том числе. Я не беру даже священников в совокупе. Мы в совокупе с вами живой организм, святой соборной и нераздельной церкви. Вот поэтому мы не имеем права быть равнодушными и защищать свою веру, быть такими новозаветными апологетами, то есть защитниками своей веры. И вот Господь здесь говорит, когда придет Сын Человеческий, то есть Господь во втором своем пришествии, славяется и подчеркивается. Господь уже в еванской чтении подчеркивает, что во втором пришествии будут ангелы. А ангелы это кто? Это служители Божии, это святые, которые изображали как в Ветхом Завете, так и в Новом они являлись Марии, Богородице, также там Жоном Мироносицам, Апостолам. То есть проявление небесной силы, сил бесплотных, которые, раз они являлись, их можно и изображать. И их изображали уже в Священном Писании, мы читаем. Это для иноверцев, или на славных, правильно сказать. И сказал им, истинно говорю вам. То есть истинно, Бог есть истина. Есть некоторые и стоящие здесь, которые не вкусят смерти. То есть не тление. То есть мы в православии признаем успение. То есть человек умер, скажем так, для временной жизни и просыпается для вечно. Как вот нетленность мощей святых. Обычно человек разлагается, а здесь нет. Обычно он зловонит, а здесь нет. Он благоухает. И даже порой истекает с него благоуханное масло. С белковым содержанием. Белок во всем содержится живом. Это констатация факта. Как же увидят Царствие Божие, пришедшее в силе? То есть в чем Господь? А какой истины говорит? Что они увидят, будучи став святыми, они увидят Царствие Небесное. И вот в совокупе сегодняшнее иванское чтение нам Господь призывает свою душу беречь для Него, а не распылять ее во все свои такие эгоистичные потребности. Что мы должны уподобиться Господу в служении ближнему, как Господу. Ну а ближний тут, конечно, можно разно интерпретировать. Это семья, это даже незнакомый человек. Идущий по дороге, которого можно остановиться и подобрать. Господи говорит, всех, кому малых сделал, ты и мне сделал. То есть кому любому человеку сделал, и мне сделал. Вот такое интересное иванское чтение у нас сегодня. Если все слышно, нормально, поставьте пальчик, чтобы я увидел обратную связь, чтобы у меня все слышно. Так, ну давайте подключим. Надеюсь, вам было интересно, но что-то я ваших пальчиков не вижу. Наверное, мы что, зависли? Нет, вижу. Спасибо, спасибо. Вижу обратную связь. Благодарю. Так, Вера, с праздника вас многое благое лето. О, молодецик. Напомнилось, сегодня у нас с вами День памяти, веры, надежды и любви. И матерей Софии. Конечно, если мы почитаем житие по Дмитриям Ростовскому, конечно, мне даже в семинарии стало плохо. Обычно за трапезы, когда семинаристы кушают, один из семинаристов читает житие святых или свято-отеческую какую-то литературу. Мне даже уж плохенько стало, слушая, как убивали, казнили, рачниляли этих девочек, маленьких девочек на глазах матери. Но за что? За что их убивали? За то, что они веровали в Бога. За то, что они не отреклись от Него. И уже собрав останки своих дочерей, София, в переводе с греческого «премудрость», она, спустя три дня, находясь близ их останков, она испустила дух. То есть, наибольшее, наверное, страдание получила. Если тех мучая убили, то она три дня испытывала страдания, олицедряя своих дочерей. Но они в то же самое время получили награду от Господа, мучинские венцы. И их память до сегодняшнего дня сохраняется за их верность Господу. Ну и у нас также в их лицах возникает наименование добродетелей, чего я вам, конечно, желаю. Веры твердой, надежды незимлемой, любви искренней и нелицемерной. Почему? Потому что источник этой любви есть Господь. Желаю вам искренней любви и мудрости. Не мудрования, а мудрости, как Господь учил. Будьте мудры, как змеи, но чисты, как голуби. Поздравляю с Днем Памяти вас, мои дорогие братья и сестры, веры, надежды любви и матери Софии. Спасибо, что напомнили, подсказали. Далее. Добрый вечер, добрый вечер. С праздником, с праздником, с праздником, с праздником. Всем добрый вечер. Все приветствуются. Так. Всевышний не в рукотворных храмах живет. Всевышний везде пребывает. У него есть такое свойство. Вездесущий. Шалом и тебе приветствую. Так. Добрый вечер, добрый вечер. Все слышно. Спасибо за подсказку. Падре, ты меня слышишь? Вижу. Вижу и читаю. Вальдемар. Так. С праздника Барска. Ставим лайки. Да. Спасибо, Господи. Благодарю. Чтобы я просто увидел обратную связь. Или когда буду отвечать на ваши вопросы, тогда, пожалуйста, тоже, в знак того, что вы услышали меня, чтобы я видел, что вы слышите, все нормально у нас, без сбоев, тоже ставьте пальчики, лайки. День Ангела и День Святого – это одно и то же. Нет. У нас есть в жизни, скажем так, три основных праздника. Личных. Это День Рождения. Ну, мое частное мнение, что День Рождения – это праздник родителей. Это Господь им дал праздник Чедородия. Ну, у нас тоже праздник. Без деталей. День Ангела-Хранителя – это день, в который тебя крестили. А День Святого – это именины. То есть, День твоего Святого. В который день ты обязательно должен поисповедоваться и причаститься. Вообще, желательно в каждые из этих дней. Анна, если я ответил, нажмите пальчик, чтобы я видел, что вы услышали меня. Не слышали много смертей ради Бога. Вы знаете, по большому счету, ведь Господь… Вот смотрите. Адриан император, который мучил и казнил многих христиан, перед ним был Троян, еще более жестокий император. По сути, он людей соблазнял и предлагал всякие блага и тому подобное. И они могли отречься и не страдать. Но люди, свобода выбора имея, они шли на эти страдания, понимая бесценность того, чего они могут получить от Господа. В тем отличается верующий православный христианин от обычного, даже можно сказать, христианина. Я имею в виду тут иноверцев. Потому что он готов до конца. Возьмите сегодняшний день. Ведь сегодня тоже есть мученики. Возьмите Сирию, Копскую церковь. Там убивают, вешают на кранах, на улицах за то, что ты христианин. Индию возьмите, Африку возьмите. Ведь в сегодняшний день есть и в сегодняшний день мученики. Почему? Потому что веруют в Бога. Другой вопрос. Зачем вы их мучаете? Если вы не веруете в Бога, он вам не мешает. Это их личный внутренний выбор, их личное исповедание веры. Они вам не навязывают. Они вас не заставляют. Что же так их раздражает, что они готовы убить человека, который верует в Бога? Осознание того, что ты вне Бога, ты безбожник. И больше даже служитель лукавого, нежели Богу. И это раздражает человека. Он начинается бесноваться на основании этого. Вот он, пожалуйста. Много, немного не мне судить, простите. Много пострадали, и вы отвергаете меня. Приду, приду и содержать, хотя и один из не сына человеческого не увидите. И скажут вам. Сейчас у меня монитор потух. Вот здесь, вот там, и нет. У них есть гоняющая гиба. Да, спаси гост. Все правильно написали. Спасибо огромное, батюшка. Так. Спасибо, спасибо. Батюшка, правильно ли я делаю, что заставляю своих детей за каждое сказанное материнное слово делать 50 земных поклону перед иконой. Ну, я думаю, вы перегибаете. Честно говоря, перегибаете. Может быть, там, символично делать какие-то поклоны. Но, опять-таки, тут, безусловно, сначала надо объяснить. Есть замечательный фильм «Тайна воды». Покажите влияние, ведь человек состоит из воды. Покажите, как влияет в положительном и отрицательном на организм человека. В первую очередь, надо с духовной стороны объяснить. А потом уже какие-то физические моменты. Может быть, без поклон, но на коленочках чуть-чуть в уголочке постояли, чтобы покаялись. Ни в коем случае без рукоприкладства, бремня и тому подобное. Ну, вот, 50, по мне, так это для взрослого человека даже тяжеловато. А если это детки, ну, это очень много. Поэтому, я думаю, перегибаете. Почему перегибаете? Потому что у них может получиться надлом. И они вместо того, чтобы иметь благовение любого Бога, они начнут это все ненавидеть. Поэтому, я бы очень осторожен был бы. Так, увидеть Бога легко, но большинство людей не дано этого. Ну, насчет увидеть не знаю, а почувствовать, да. Батюшка, как молиться дома, если постоянно отвлекают? Значит, молитесь тогда, когда все легли. Или пока с работы не пришли, со школы. Значит, находите такое время, когда 100% вас уже не будут отвлекать. Отвлекать, потому что вы нужны. Это замечательно. Так. Валерий, если вы услышали, нажмите пальчик, чтобы я видел, что у нас есть обратная связь. Спасибо, Господи. Вижу, благодарю. А если я не знаю, в какой день меня крестили, как быть? Но есть свидетельство о крещении. В том храме, где вы крестились, его там выписывают. Если и у вас нету этого свидетельства о крещении, есть метрические книги, которые записываются, когда кого крестили, когда кого венчали, отпевали. То есть, в некоторых храмах ведутся эти книги. Надо поинтересоваться, есть ли эти книги, чтобы восстановить, допустим, эту дату. Если это, ну, по разным причинам, не дай Боже, храм сгорел, еще что-то, какая-то причина, что вы не можете восстановить, допустим, и свидетельство о крещении, точно знать. Когда вас крестили, то тут можно объединить тогда, считать день вашего небесного покровителя и день ангела в один день, скажем так. Ну, если совсем край, уже нельзя в возможности выяснить этого обстоятельства. Анна, если я вам ответил, нажмите «Патюшка», чтобы я увидел, что вы услышали меня. Батюшка, как так вы два раза дома бываете? Ну, так, служу в одной станице, в храме, там жилье снимаю, домой приезжаю два раза в неделю, чтобы семью поддержать, дети, чтобы как минимум не забыли, как ты выглядишь. Потому что мы, как военные, куда послали, там служим, мы не выбираем, где нам хочется, где нам нравится. Вот. Воскресные трансляции я с дома веду. Господь так управляет, что в основном, за редким исключением, когда не езди домой. Воскресный день. Так. Когда убивают детей, у них есть выбор? Ну, давайте. Если мы берем веру, надежду, любовь, то там выбор у них был. Безусловно. Потому что и младшую самую дочь, любовь, мать София уговаривала, как мы тем же самым путем, ради Бога, претерпеть. Вот. Если мы берем более маленьких детей, за них отвечают старшие. То есть, выбор стоит за старшими, за родителями, как минимум. Вот. Оно, как бы тут, тут исключительный момент. Вы знаете, я на эту тему вспоминаю, Господь меня спадал побывать в Вифлееме, в Иерусалиме. И вот там я такой сейчас вспомню такой момент, да? Мы помним 14 тысяч младенцев, убиенных от Ирода, да? Опять-таки, были ли виноваты? Хотели ли Господь убиение этих младенцев? Конечно, нет. Но и Господь не заставлял Ирода убивать этих младенцев. Это дело рук человеческих. Господь не хочет войны нигде, никогда, ни смерти кого-либо. Но люди сами порой провоцируют эти войны и тому подобное. А потом расплачиваются за них. Вот. Поэтому, вот, вспоминая 14 тысяч младенцев, когда мы зашли в храм этих младенцев, то там маленькие как бы моси такие, останки. И я обратил внимание, там как бы такая комнатка с огромным количеством костей, черепов. Я спросил, что это такое? Это же не дети, это же не младенцы. Тут явно взрослые, как бы, черепа. А что мне сказали? А вы что думаете? Этих младенцев на блюдечки воинам убивать давали? Естественно, родители многих защищали своих детей. заслоняли своими телесами этих детей. Вот это их останки. Поэтому тут, опять-таки, хочешь или не хочешь, есть определенные обстоятельства, порою даже которых ты являешься заложник. Вот так. Так. Так, Александр. Давайте сначала, Вальдемар, я ответил на ваш вопрос или нет? Если я ответил, поставьте пальчик. Так, Александр. Любят предвозлежания на пиршествах и приседаниях и пришествия народа, собраниях, и чтобы люди звали их учитель-учитель, а вы не называйте учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все. Отвечая на вас вопросы, я не знаю, к чему эта цитата была от вас, может быть, это относительно, что у вас священники, есть епископы, проповедуют. На этот момент, Александр, я вам скажу, и я предполагаю, что это вопрос. Господь говорил о книжниках и фарисеях, которые часто обличал, и они не всегда соответствовали тому, что им Господь дал, какой крест нести, да, приводить людей к Богу, и в том числе они и распяли, да, насколько мы помним, осудили и распяли. Поэтому Господь за ее жестокосердечие их обличал. Поэтому и сказал, не называйте их учителями. То есть в этот момент, в контексте этого события, это актуально было. Но далее жизнь после Христа через апостолов стала преображаться и вспомните слова апостола Павла, который говорит, молитесь о наставниках ваших. А наставник, учитель, по сути, они очень параллельны даже в переводах. Вот и далее, и далее. Опять-таки, кто были такие апостолы? Те же самые учители, учителя, наставники. Вот так вот. Так, здравствуйте, а когда на человека сходит благодать при исповеди или при части, или просто при присутствии на службе в храме? А бывает по-разному, вы знаете, но чаще всего при причастии. Почему? Потому что мы подготовили душу через покаяние, попросили прощения у Господа, то есть мы, если так можно сказать, почву вспахали, и потом подходим ко Господу причаститься, соединиться с Ним. И Господь совоскрешает нашу душу, преображает наш образ и подобие. И тогда мы чувствуем с Ним духовное тянение, то есть ощущение благодати. А вообще бывает по-разному. Опять-таки, тут духовное такое, ну, как бы сказать, благодать-то разное бывает. Есть благодать, о которой молился Серафим Саровский, да, тысячу дней и ночей, а бывает такое просто радостное состояние. Немножко такое эйфорийное, если можно его назвать. Тут надо быть осторожным, потому что через эмоцию может и лукавый прийти. Валентина, если ответил, нажмите, пожалуйста, пальчик, чтобы я увидел, чтобы меня услышали. Анна, сердце разрывается, когда читаешь жития святых или в храме слушаешь о их жизни. Ну, для нас, понимаете, это страшно, безусловно, это боль, страдания. Ну, а если мы возьмем глобальный, что наш отрезок это максимум сто лет, а там вечность, то, ну, то есть, несорезмеримо, по большому счету. И верующему человеку ничего не страшно, потому что с ним Бог. А почему мусульмане дружнее нас? Не знаю, почему. Я знаю, вас и кого, православных, мы и православные есть дружные. Это человеческий фактор. Дружнее, не дружнее. Тут больший акцент я бы взял, может быть, на Кавказе. Там у них, не как у нас однофамильцы, у них там все родственники. И вот в момент вот этого, может, родственных связей дает о себе такое вот единство, объединенность. А в плане дружнее, не дружнее, тут можно поспорить. И у них есть дружные и религиозные моменты, и просто человеческие, и у нас есть. Если мы не были столь, скажем, дружны, мы здесь бы не собрались, как минимум, хотя бы такой пример. Кто любит меня... Александр, я не понимаю, к чему вот эти цитаты. Вы вопрос задайте или объясните, для чего вы это пишете? Помолитесь за моего приставленного раба Божия, но приставленного Юрия, помегуся царствуем. Нет, так, вы слышали, что я сказал, иду от вас приду. Альш, спасибо, спасибо, на себя Александр, Биала, вы решили всю Библию перейти. Ну вот и я о том же начинаю предполагать. Батюшка, есть ад? Есть. О нем в Священном Писании Господь говорил, о Лазаре и Богаче. Вспомните рассказ Господь говорил. Батюшка, меня крестили в Латвии, но я не знаю, был это православный храм или католический. Что мне делать? уточните, попробуйте выяснить, если уже не получится и как бы никаких там ни бабушек, ни дедушек, как бы нет никаких источников, ну тут лучше с духовником посоветоваться, как в этой ситуации быть. Потому что если вы православной церкви крещены, то воскрестить больше нельзя. Мы исповедуем одно крещение. Если это в католичестве, то чин присоединит. То есть вас заново крестить не будут, просто вас присоединят через чин. Валерий, если ответил, нажмите пальчик, чтобы я услышал, увидев, что вы услышали меня. Так, если молния ударила, то опять человек виноват? Нет. Почему? Почему здесь молния и природное проявление? Где борода твоя? Вот, хвоста правда нету. А если все время плачешь во время молитвы, это ненормально? По-разному бывает. Бывает, это потребность души, как раскаяние в своих грехах. А бывает, себя накручивает. Так, вы знаете, меланхолики всякие. Бывает и такое. Поэтому тут надо посмотреть, скорее всего, это, конечно, раскаяние. Так, байшка, выходной день субботы на воскресенье переместился в честь воскресенья Христова. малая пасха. Сегодня у нас малая пасха. Раз в году великая пасха. Православные дружни. Байшка, почему захожу в церковь, у меня внутри жар. Да, по-разному может быть. Как физические проявления, так и духовные. А физические просто может быть температура и перепад. На улице там, допустим, прохладно, в храме тепло, отопление. То есть, там по-разному может быть. Вот. Может, давление на фоне какого-то переживания, может, давление подскакивает. Поэтому я думаю, что нужно индивидуально разбирать. Добрый вечер, добрый. Может, я грешный, а мы все грешные. Я в том числе один из первых. Не увидела света, не узнаете, что вы во мраке. Мрак, знаете, по сути, наш мрак в том, что мы не осознаем своих грехов. А первая ступень к исцелению души это осознаем своих грехов. Вообще, рекомендую почитать Анна Крестьянкина подготовка к исповеди. Очень много открывается, чего даже мы порой не задумывались. Константин, отец Константин, помолитесь, пожалуйста, завтра на службе за Ирией. Ирия Константин, наш батюшка, лежит в онкологии. господи, 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 господи. Ага, согрешил ли я, посетив католическую церковь на крещение ребенка друзей? Ну, если вы в таинстве не участвовали, греха нет, по сути. Вот смотрите, в Иерусалим мы едем, многие святые места, они находятся в костелах. Ну, в плане, когда ты заходишь туда экскурсионно, посмотреть, как бы, где это, что это, это один вопрос. А когда ты уже с католиками, допустим, молишься, да, это уже недопустимо. Поэтому тут греха нет, если вы только, скажем, присутствовали, но не участвовали, ни в крест не были, и тому подобное. То есть, нет греха вероотступничества. Возможно, но вот наблюдаю за своего, они готовы стоять, а за наши обойдут стороной. Вот недавно со мной был случай. Стоял, ждал автобус, подошел сосед, наркоман, и стал словами поливать. Ну, сосед соседу рознь, у меня тоже не все соседи идеальны. Это же не говорит, что они негодяи последние. И, допустим, где я жилье с ним, а там есть, допустим, нерусские, тоже не самые лучшие. Поэтому, это личный момент такой. Я всегда, как в церковь прихожу, у меня слезы сразу с праздником вас всех. Спасибо, Господи. Некоторые молят, просят Господа слез покаяния. А у некоторых приходят, как каменелые пришли, так каменелые ушли. Поэтому, зачастую, и даже мы просим слез покаяния. Так, я бы не холоден, лучше бы был горячий. Радуйся. Батюшка, у человека два ангела. Ну, в принципе, в первую очередь, один. Некоторые высказывали, что два при рождении, которые один дается. Но, в большей степени, церковь говорит, что один, который дается при крещении. Так, не ври, не увидев света, не узнаешь, что ты во мраке. Можно ли иудейски заходить в храм? Только экскурсионно. Ну, вообще, если нет необходимости в этом, лучше не заходить. Не зря Господь сказал, не ходите на совет нечестивых. Поэтому, если нет крайней необходимости, зачем заходить? Так, вчера, это любого касается. Это каких-то капищ, это каких-то буддийских храмов и тому подобное, мечети и тому подобное. Если нет необходимости, зачем туда заходить? У тебя есть храм, это твой дом, божий дом для твоей души, как минимум. Так, в чем разница между православием и католическим? Есть догматы, различия. Как бы основа троицы признаем крещение, признаем таинство, многие признаются, но есть очень много догматических различий, которые, ну, сейчас, за две минуты я их не расскажу. Это целый эфир надо этому посвятить, поэтому, уж простите, кратенько отвечу, в догматических различиях, больших. Так, так, добрый вечер, почему вашего лица не видно. А кого видно тогда? Так, дай бог вам здоровья, спасибо. Так, ну, если есть еще вопросы, я с радостью отвечу. У меня буквально 10 минут осталось, потому что я сколько не пытаюсь больше часа делать, у меня часто бывают потом проблемы, сбои и зависания. Поэтому я буду придерживаться одного часа, даже немножко меньше. Поэтому у нас с вами еще 10 минут, я с радостью отвечу. На ваши вопросы есть таковые, есть. Пишите, я вижу, что вам пишут. Значит, отвечу на один вопрос. Вопрос. Ты пойдешь со мною к отцу неба и земли? Пойдем мы все пойдем. Когда придет час наш онный, все пойдем нести ответ перед ним за свою земную жизнь. Скажите, правильно, если я отдаю предпочтение одному храму в городе, в нем я чувствую благодать? Пожалуйста, где ваша душа лучше, угоднее, там и ходите, и молитесь, и не просто будь захожане, а будь часть его, в чем-то помочь храму, где-то финансово, где-то физически, ведь вам только деньги нужны, да нет, порой возьми просто венечек, подметь ее в храме, уже твое доброе дело для храма будет, частью которого ты являешься. А относительно акцент, который сделал Мила, если вы определились с храмом, вам хорошо, не бегайте в другие тогда, потому что это уже духовный блуд, туда-сюда, туда-сюда, в итоге ни Богу, ни Душе. Поэтому постарайтесь всегда как-то больше одного священника придерживаться, как-то одного храма, по крайней мере так, как верность определенную, но это в идеале. Хотя бывают исключения, допустим, какие-то конфликты, еще что-то. Я думаю, тут нужно индивидуально смотреть. Так, темнота была, а, это у меня смс-ка пришла, поэтому, может быть, сбой такой был. Все ок, что вы скажете об отроке Вячеславе? Вообще ничего не буду говорить. это чисто коммерческое пророчество, одно-два было, если можно их так назвать, а все остальное это, вы знаете, как скелеты, вокруг него мышцы, кожа и тому подобное, все остальное уже прибаутки. К сожалению, на ребенке сделали определенную коммерцию, к сожалению. Поэтому официально церковь к этому никак не относится, это больше какая-то парфанация, поэтому, к сожалению, мне жаль ребенка, что так вот. Так, ты готов, всегда готов. Как ребенка приучить к храму? Сначала просто приводить, может быть, не на всю службу приводить, если это младенчик, то приносить, то есть с молоком матери, скажем так, приучать. Если это уже более взрослый, там, пять и дальше лет, то сначала на час привезти, чтобы он увидел, как детки пришли, что они идут при части, то есть постепенно. Мы же сразу ребенку мясо не даем, мы же кашку даем сначала, и он ее понемножку высылает. Так и здесь. Вот. Ребенку 12 лет, это уже взрослый ребенок. Ходим часто, но не очень хочет ходить. Ну, понятно, переходный возраст, кубертатный период, тут сейчас свои другие интересы появятся. Главное не перегибать. И самое главное, Анна, сделать акцент на то, что я иду, мне это важно, я хочу, чтобы ты был или была рядом. я думаю, это будет правильно. Но никогда не заставлять. Даже я могу допустить, что иногда просто оставить. Ну, выспись, полежи там, а я схожу. Вот. Но это как исключительный момент. Если услышали меня Анна, нажмите пальчиком. Александра. У нас Александр сегодня активный, молодец. День уже пришел давно, просто не видят ваши глаза от мрака заточения, а я давно уже на земле. Так вы Бог, что ли, получится на земле? Александр, вы прекращайте богохульствовать. Спасибо. Я не бегаю. Меня там крестили и мои мамы. Я не конфликтую. Просто там мне очень легко. Я очень рад за вас. Слава Богу. Спасю Господи. 12 лет. Ходим, причащаемся. Так. Вы подскажите. Брата хоронили в Варле. Когда вы носили из церкви над ней над ней была над ним наверное над ней была радуга. При этом было 20. Хорошо ли это? Я бы не стал привязывать это к брату. Ну, радуга замечательно, красиво. ну, как бы это символ такой радости от Господа, который в Ветхом Завете после всемирного потопа вам показал как знак проявления любви своей. Но я привязывать бы не стал. Хорошо или плохо. Если вам спокойно от этого было, очень хорошо. я сильно бы не стал мудровать. Так, спасибо вам, слава Боже. Добрый вечер, Баська. Решите, пожалуйста, с вами можно поговорить, есть ли такая возможность, как это сделать. Сейчас у меня монитор потух. Вот. Можно пообщаться, напишите в личку, там подумаем, то ли, я честно вам признаюсь, я вот люблю живое общение. Вот писанину не люблю я. Может быть, голосовым сообщением, пообщаемся, может, созвонимся. Елена, реальность такая есть, возможность. Не сказал ли я вам, что вы боги? Мы люди и образ и подобие Божие. Александр, Александр, что мудровать это грех? Что мудровать, да, мудро поступать это мудро поступать это правильно? Господь говорит, будьте мудры как змеи, но чисты как голуби. Мудро нужно поступать, но мудровать это уже накручивать. Это из области пришел муж поздно с работы, вот мудро встреть его, приютить, спросить, как у тебя день прошел, садись покушать, то есть вот это мудрость, а мудровать, ты где болтался, а что от тебя пахнет, а чем от тебя пахнет, ты может быть там бы, вот это накрутили, намудровали, поэтому не мудруйте, потому что от мудрости больше появляется грех, чем радость души. Еще раз скажу, что ты, что вы боги. Господи, господи. Александр сегодня у нас в тренде. Ну, что, мои друзья, у нас максимум 4 минуты, дай вам бог здоровья. Спасибо, Господи, Анастасия, только бог именно как троица с большой буквы, а бог с маленькой это всякие яилы, Меркурии, Нептуны и тому подобное, то есть языческие боги. Так, ты думаешь, что я шучу? Я думаю, что ничего не думаю. Александр, с вами не нужно думать. Подкрепи вас, Господи. Так, извините за эту идею. Ничего, я сам такой у меня. Ты 9 пишешь, а иногда такой пишет. Пожалуйста, ответьте мне в личку. Хорошо. С калкой по голове мужа шучу. На православии есть юмор, это хорошо. Как относиться к таким, как Александр? Со спокойствием. С юмором и со спокойствием. Если вас кто-то раздражает, я вам даю совет. Воспринимайте его, как больного человека. Потому, что больного человека мы чаще сострадаем. Мы его прощаем. Мы на него меньше реагируем. Ведь, смотрите, Александр много что цитирует из Священного Писания. Это неплохо, это хорошо. Только это не совсем в тему. Александр хочет, может, свой эфир сделать. Это замечательно. Я бы послушал, что он там будет говорить. Потому, что писать можно многое, что на самом деле должно быть все благоразумно. Мне очень нравится, знаете, что нравится. Вот апостол Павел говорит о Господе. Он пришел, чтобы мы стали исполнителем Нового Завета. Не буквы, но Духа. Потому, что буквы убивают, а Дух животворит. Вот смотрите, и на верцы, и на славные. Они буквы знают, они Священное Писание цитируют. А по Духу порой это пустота. Поэтому, в первую очередь, должно быть Духом. Вот если буквой быть, мы прощаем, да, Александр, да, 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 и все. К чему написано, зачем написано, в контексте какого разговора, непонятно. А по Духу? Ну, молодец, Александр, трудится, помогает. Так, почему у вас нас покидаете? Я не покидаю. Подписалась на ваш канал YouTube. А что там можно посмотреть? Да, смотрите, в принципе, что вам нравится, то есть, смотрите, ну, я бы, так как цен бы сделал, вот, мы с ребятами делали несколько таких коротметражных фильмов, не проходите мимо, как стать лучше, это вот очень мне такие по душе мы делали фильмы, посмотрите, я думаю, вам понравится. Так, это у нас Валерий, да, посмотрите. Так, куда деньги скидывать? Не понял, Алексей, вопроса. Не уходите поговорить еще немного. Спасибо вам за эфир. Ну, у меня максимум чуть пять минут, потом я однозначно буду включаться, потому что я в академии учусь в Питерской и в этой академии кто хочет, если что-то пожертвовать, поможет на благоустройство, храм, на какие-то мероприятия, я там с детским домом занимаюсь, допустим, на съемку какого-то еще фильма духовно-нравственного можете написать мне в личку и я вам дам реквизиты Богу угодно поможете, я буду вам искренне рад, напишите еще имена свои, я помолюсь о вас, о ваших близких, кого вы напишете Григория Григорьева, нет, не знаю, Дмитрий, может быть, что-то на слуху, но ничего не могу сказать. Желаем высказать всем взыскать всем Царствие Божие и правды его при жизни в тайне. Спасибо Господу Александру за пожелания. Вот, смотрю на время. Поэтому, кто захочет, напишите в личку, что хотел бы помочь вам на Бога угодны дела какой-то копейкой. Нет возможности, ничего страшного, помолитесь, чтобы наш проект развивался. Вот, а проекту вы можете помочь. Пригласить друзей в наш проект, Батюшка Лав, Батюшка Любовь. Другие батюшки слушайте, они очень интересно тоже рассказывают. Вот, рекомендуйте проект, это будет ваша благодарность, самое главное, по сути. Вконтакте есть, в инстаграме есть Батюшка Лав, Батюшка Любовь. пока вот мы сейчас одноклассники развиваем, скорее всего, на этой неделе у нас будет уже такая рубрика детская, когда будут читать, запустим ее, дай Бог, запустим, что поучительные духовно-нравственные истории для деточек наших будет читать Мария, помощница. Можете свои высказать пожелания, какие вы хотели бы, чтобы в нашем проекте появились, а также в личку смотрите, какие-то рубрики, может быть, какие-то, может, вы хотите как-то поучаствовать в проекте, можно много рассмотреть, поприветствовать. Так, привет всем, что здесь происходит интересного. Вначале рассказывал о Иванское чтении, потом отвечал на вопросы, которые люди задавали. Мир Дому Симу, Батюшка, помолитесь о болящей Людмиле, врачу и Господи, Людмилу. Ну, все, мои родные, рады с вами пообщаться, храни вас Господь, с вами Боисвященник Константин Мальцев, это проект Батюшка Love, Батюшка Любовь, мы говорим о любви к Богу, к Боге, всего вам доброго, обнимаю вас, Бог помощи.